Хэ-хэй! Всем привет! 24 сентября состоялся старт продаж нового обновления для World of Warcraft Mists of Pandaria, в связи с чем этот выпуск будет освещен целиком этой игре. Поэтому, если вы не играете вов, то, боюсь, вам не понравится. Но, тем не менее. У меня была мысль сравнить там, ну, линейку и вов, но, я думаю, и так все знают, что лучше. Какая самая лучшая игра всех времен и народов? World of Warcraft! Эээ, тускло! Кто ж так зажигает? Воложнёшь! Какая самая лучшая игра всех времен и народов? Воложнёшь! Отлично! Поэтому, непонятно почему, меня посетила гениальнейшая мысль узнать, какое самое лучшее обновление для World of Warcraft. Напомню, что всего их было четыре. Эээ, извините, не ту заставку поставил. Вечно в ней Амир какую-то свою фигню подсунет. Ээээ, извините! Хотя, мне немного понравилась заставка с Universal, но сейчас не об этом. Почему я решил сравнить четыре разных обновления для одной и той же игры? Они же вроде как все для World of Warcraft. Но, я как фанат говорю вам, это не отдельное обновление, а абсолютно разные игры. С выходом каждого нового обновления в игре менялось что-то такое, что не делало игру, похожей на предыдущую часть. И поэтому мне стало интересно, какое же обновление было всё-таки самым лучшим. Я, в принципе, и так могу вам сказать, какое обновление самое лучшее, но у меня недостаточно для этого аргументов. Поэтому я отправился на старт продаж и решил узнать мнение у самих игроков. Руку еще, теперь я не вижу лампочку. Вот так, да. Субтитры сделал DimaTorzok Что я делаю в Метрополисе и что здесь делают все эти люди? Ответ очень простой. Сегодня выходит Miss of Pandaria и накануне выхода этого дополнения я решил узнать, какое было самое лучшее дополнение до выхода Miss of Pandaria. Сейчас мы узнаем, долго ли они тут стоят. Ребят, здорово. Давно тут стоите? Ну нет, не так давно. Здесь происходит открытие Miss of Pandaria. Pandaria. Вот так надо говорить, Pandaria. Да, да, именно. А что такое Pandaria? Что означает выход этого нового обновления для всех этих людей? Жизнь теперь кончена. Ближайшие две недели, может быть три, может быть год, может быть полгода, этих людей вы просто никогда не увидите на улице. Ну нет, мы вообще здесь давно. Привет, привет, привет. Ну в том смысле мы недавно подошли в очередь. Как думаешь, что лучше катаклить? Лич. Лич лучше? Почему? Потому что это Лич. Артас всегда был крутым. Артас и Элидан, два чувака, которые держали WoW. Скажи, ты давно в WoW играешь? Да, давно. И скажи, какое самое лучшее, на твой взгляд, обновление? Лич Кинг. Что значит выход этого дополнения для всех остальных людей, которые понятия не имеют, что такое World of Warcraft? Это для них значит то, что просто шутки про ночного эльфа 85 уровня превратятся в шутки про ночного эльфа 90 уровня. Здравствуйте. А вы давно в WoW играете? Больше года. Больше года? А за кого? Маг. Маг. Альянс. Нифига себе. Ну и как вам? Я думаю, это будет разный. Чсс. Йо, ребят, здорово. Вы давно в WoW играете? Да. Что вам больше нравится, катаклизм или Лич? Катаклизм. Да, катаклизм, наверное, будет. Первые люди, которые скажут, что катаклизм – самое лучшее обновление. А давайте, почему? Ладно, я думаю, ты давно играешь, да, Warcraft? Ну так, недавно. Скажи, какое обновление, по-твоему, самое лучшее? Катаклизм. Потому что там изменили дизайн полностью, степи изменили. Мне это вообще понравилось. Поменялся вождь Орды, там, Траун. Он в аспекты пошел. Мачисты Смертокрыла. Траун пошел в аспекты. Первая часть World of Warcraft вышла в 2004 году. Тогда сама игра стоила 2000 рублей и была полностью на английском языке. А месяц игры стоил около 1000 рублей. Тогда не каждый мог себе это позволить, но сейчас, когда игра полностью русифицирована, каждая часть стоит около 200 рублей, а до 20 уровня можно играть вообще бесплатно, учитывая, что все уровни 90. Давно в WoW играешь? Не, недавно начинал. Ну сколько недавно? Ну месяц два. И как тебе нравится? Нормально. Нормально? А хотел бы поиграть на классике? А что я катаю? Это я даже спрашиваю, что такое классики, а в WoW вообще не играю. Ну, короче, это самое-самое-самое первое дополнение. Ладно, скажи, тебе нравится Катаклизм? Да, обычно. В Лича не играл? Не, конечно, играл. Ну и что тебе больше нравится, Лич или Катаклизм? Катаклизм, по-моему, да, Катаклизм больше. Сколько раз Мертокрыл убивал? Я не знаю. Здорово, ребят, давно тут стоите? Да. Да, час-два. Какое дополнение, на твой взгляд, самое лучшее? Лич Кинг. Почему? Потому что Катаклизм, Хантов, ну, короче, я не знаю, там был рейдовый контент офигенный, много офигенных боссов, много, не знаю. Ну, Катаклизм, короче, для новичков каких-то сделали просто. Я в ХМ играл четыре раза. Четыре раза? Мы с ним. Вы с ним вдвоем? Да. Катаклизм или Лич? Лич. Здравствуйте, а вы тоже играете? Давно играешь? Ну, с конца классика. С конца классика? Какое дополнение самое лучшее, на твой взгляд? Сузы Лич Кинг. Я, как большой фанат истории, все-таки там самый большой момент отобразился в истории Мирмаркаута. Ну, и мне больше всего понравился он. В принципе, это очень хороший аргумент. Остальные говорят, что просто стало красиво, допустим, и это, вот это реально, это просто респект. Давай еще раз. Короче, удачный Пандарий. Ладно, скажите, какое дополнение самое лучшее, на ваш взгляд? Лич и Бернг Кинг. Потому что оно более интересней, более ухудшил талант, мне кажется, потому что сделал всего лишь одну веку. Упрощенная версия какая-то для Оно Боффа. Да, какая-то она стала легкой, как будто для детей. Ребят, здорово. Давно играете, Вов? Да. Да, это сколько? С 3.09. С 3.09, ребята, играют. 3.09 или 3.0.10? 3.0.10? 3.0.10 такого пачки нет, есть пач 3.1.0. 3.10. Ладно, 3.09 или 3.10? 3.10, конечно. Сколько раз ты убивал Смертокрыла? Ни разу, ибо я на кате забросил Вов. Что лучше, классика или катаклизм? Ну, или может какое-то другое обновление? Ну, вы представляете, что, ну, как бы классика и это хардкор, да? Да, допустим, я недавно решил вспомнить прошлое, там, былое детство, и зайти на европейский сервер, который пиратский и сейчас классику поддерживает, и, допустим, качаться хантом без пета до 10 уровня, мне кажется, ну, не для слабонервных вообще. Какой тебе вот больше всего реально понравился? Ну, БК был грандиозный, мне кажется. Это БК, даже сейчас, вот, ты смотрел там в Огре, да, с этой трансмагрификации, все в БКшных сетах, потому что это был реально такой пик дизайна. Сколько раз ты Смертокрыла убивал? Смертокрыла? Ну, раз 30, наверное. 30 раз. Это за день. Вы не подскажете, а коробки сейчас будут продавать? Это очередь для коробок или что? Давайте спросим вот у людей, которые здесь стоят. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, как тебя зовут? Роман. Роман, смотри, у нас тут такой вопрос, вот, от человека. Зачем ты здесь стоишь? За коллекционной версией нового аддона. А ты уверен, что это очередь именно сюда? Нет. С выходом дополнения Месть Короля Ильича в игре поменялось очень многое, но как минимум поменялся игровой движок, очень сильно выросла графика, появились очки достижений и много, 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 много чего другого, я всего этого даже не перечислю, но скажу лишь, что об этом раньше даже и мечтать нельзя было. Со временем это все стало попросту наскучивать, и к выходу катаклизма интерес у людей к игре попросту пропал. Только по официальным данным от подписки к игре оказалось около 30% игроков. Лучшее, по-моему, был Burning Crusade. Я начал играть неделю, наверное, за три до выхода. Лучшее было по количеству, наверное, ощущений, то есть возможности расширились. А катаклизм это упрощение игры, и, по-моему, процентов 30 людей ушло. Самый пик игроков пришелся как раз-таки на Месть Короля Ильича. Тогда в игру играло аж более 12 миллионов человек, в то время как сейчас в игру играет всего 9. Какое дополнение самое лучшее на твой взгляд? Burning Crusade, естественно. Почему? Ну, Burning Crusade, во-первых, самая хардкорная ПВЕ. То есть, если, например, раньше на последних боссах в Санвале вы могли стоять с гильдией по 3-5 дней, и пытаться его убить-убить, то вот я считаю, это самое хардкорное и самое веселое. Что лучше, личный катаклизм? Ну, личный. Ну, личный катаклизм. Личный. Линия разделились. Ладно, почему личный, я, в принципе, знаю. А почему катаклизм? Потому что в самом личе я поиграл от силы месяца 2, а в катаклизме я более привычно, наверное, не успел еще отойти. Ты играл на классике? На пиратке. Давай тогда так будем сужать. Не катаклизм и лич, а вообще все обновления. Какое самое лучшее? Пандария. Ну, в сравнении в личе и вот в 5.04 что-то вот из этого, если выбирать. Девушка берет интервью. Воу. Как называется? Легендарное оружие, тесто связанное с горожаном, которое больше нельзя получить. Какое, на твой взгляд, самое лучшее обновление? Катаклизм явно. Не, ЛК, ЛК, по-любому. Какое самое лучшее обновление, на твой взгляд? Гнев Короля Лича. Ну, потому что он завершил оригинальную историю мира Варкрафт своим самым лучшим персонажем, на взгляд. Ну, вот это уже похоже на аргумент. Какое, на ваш взгляд, самое лучшее обновление? БК. БК. Почему? Потому что там нам было интереснее играть, чем сейчас, особенно в рейдах. Здравствуйте, можно задать вам пару вопросов? То есть, только несложные. А вы давно играете в WoW? А за кого? В Фондаре будете играть? На каком сервере? Я не знаю. Я забыла. У меня тут друзья, короче. Здорово. А давно играешь в WoW? Ну да, достаточно уже. Блин, смотри, он прямо сейчас играет на iPad. Наверное, я не знаю. Там было написано World of Warcraft. Здравствуйте. Вы тоже играете в WoW? Да, достаточно давно. С восьмого типа, по-моему, середина. Ну, это тоже неплохо. И скажите, какое самое лучшее, на ваш взгляд, обновление? Ярис Королевича. Какое, на твой взгляд, самое лучшее обновление? Ну, наверное, фанаты БК будут орать. Наверное, Лич. Какое самое лучшее обновление в WoW? Ну, мне кажется, что Иллидан. Ребята, вам как кажется, какое самое лучшее обновление? Лич. Не, ката. Ката? Ката. Классика, однозначно. Потому что на классике играть было тяжело, потому что было интересно. Было там, например, надо было там готовить какие-то ключи. Не было того, что там ты апнул 60-й левел, тебя топ-гилда пронесла по всем рейдам, и ты сразу оделся. Вот. Для того, чтобы куда-то... Я Таурен воин. Какое самое лучшее, на ваш взгляд, обновление? Наверное, вот последнее, это катаклизм. Потому что много интересных фишек, много... Ну, вот тот же Dungeon Fighter, Raid Finder. Это все очень сильно добавляет игре, потому что ванили всего этого не было. А Смертокрыл сколько раз ты выбивал? Ноль. Готовился к экзаменам. Ну, ноль? Готовился к экзаменам? Шо, здравствуйте, Альянс. А давно играете в WoW? С классиком. Какое, на ваш взгляд, самое лучшее обновление? Мне понравился Лич. Почему? Хорошо сделали, поспокойнее. А у вас есть у кого-нибудь хоть какая-нибудь Лигендарка? Ну, я не знаю, что вам еще можно рассказать про WoW. Ну, кроме того, что это, конечно же, самая популярная игра всех времен и народов. Ну, еще могу сказать то, что сервер, который держит все сервера, WoW, всю информацию, клиентскую базу, его объем равен 1,3 петабайта. И поддерживает его 75 тысяч процессоров. На подходе новая партия задротов. Ребят, здравствуйте. Вы давно играете в WoW? Месяца, 4. Вы 4 месяца играете, да, и пришли на старт продаж в Пандарии. Зачем? За игрой. За игрой. Завтра ее можно будет в любом магазине уже купить. Почему не завтра? Ну, каждый из чего-то мечтает. Нам интересно само событие. Отказали, что здесь будет клевая движуха, а здесь вот так вот все уныло. Как, на ваш взгляд, какое самое лучшее обновление в WoW? Вот самое-самое. БК, БК. Да нахуй в БК. Лички и классик. Не, Берн Круссейд, конечно. Почему Лич? А там как покрасочнее все было. БК просто немножко скучно было, особенно на 60-х левлах качаться. Там, то есть одна, по-моему, красивая локация только была. Почему БК? Мне Blood Elf and Reads. И вы давно играете в WoW? Да, уже 5 лет, это точно. 5 лет. Но я не так давно. И какое, на ваш взгляд, самое лучшее обновление? Лучшее обновление, я думаю, самое новое и самое лучшее. Для меня не особо имеется разница, просто каждый раз появится что-то новое и что-то хорошее. А что больше всего понравилось? Где было больше всего хорошего? Ну, допустим, было очень забавно полетать по Азероту первый раз. То есть катаклизм? Ну, допустим. Давно играете? Третий год. На самом деле играл с ванилки еще. Окей, и еще девушка. Я реально не думал, что будет столько девушек. Сколько? Ну, 3 года. 3 года. На каком сервере? Гордуни. Гордуни. Ребят, срочно на Гордуни. Вопрос на повестке дня. Какое было самое лучшее, на ваш взгляд, обновление? Лич Кинг. БК. Лич Кинг. Почему БК? Ну, потому что БК действительно привнес очень много интересного и необычного вов. А Лич Кинг, Катаклизм и Бандария, то же самое, это уже ширпотреб. И просто догоняют, так сказать, добивают то, что можно выжать из гола. Лич Кинг, потому что именно в Лич Кинге я уловил ту сюжетную линию, ради которой я играл в Warcraft 3 Frozen Throne. Мне очень по душе тематика Цитадель Ледяной Короны и Ульдуар. Особенно Ульдуар тематика Титанов и Древних Богов. А у меня была одна кнопка, и мне было просто играть. Значит, сейчас мы проведем викторину. У нас есть класс, у которого одна кнопка. Семь букв, короче, угадывайте. А давай мы пока назовем первая буква. Ш. В. Я не угадал уже, она самая, у меня была паладина. Ну, она играла шаманкой. Я играю паладином, рейдером, палом на данный момент. Все, мы же ничем никто не хилил. Чайник был? Да, все. Ну, церковное исцеление, по-русски. А я играю за чернокнижника, у него очень много кнопок. Ну, это да, я знаю. Я уже говорил, играю сейчас на данный момент. Ну, точнее, сейчас не играю, но играл с запалом. С Пандарией, то есть ты не будешь играть? С Пандарией, это облдруид. Ну, а Пандарией нет, на самом деле. Я пришел увидеть свою бывшую девушку, и не более того. О, парень, клевая шляпа, где такую достал? Не знаю, я купил. Какое, на твой взгляд, самое лучшее обновление? Катакли. Что же у нас получается? Большинство людей проголосовало за дополнение в Wrath of the Lich King. И именно эту эмблему мы увидим на этой стене в следующем выпуске. Жалко, что мое мнение не сходится с мнением остальных игроков. На мой взгляд, самым лучшим обновлением был обычный классический WoW. Я думаю, те, кто играл, те меня поймут. Да и к тому же, не зря же обычный классический WoW получил награду The Best Game of the Year в 2004 году. С вами были сравнения. Не забывайте подписываться на канал, а также вступать в группу ВКонтакте. Кстати, уже на следующей неделе состоится выставка интерактивных развлечений Игромир 2012 в Крокус Экспо. И я непременно там буду. И если ты хочешь сняться в сравнениях, таких как Call of Duty или Battlefield, то обязательно найди меня там. И, кто знает, возможно, именно твое мнение окажется решающим. Ну, а на сегодня все. Всем счастливо. До следующих сравнений, в которых мы, кстати, сравним Sprite и 7up. Счастливо.